Завтра, 23 марта, сотрудники метеорологических служб отметят свой профессиональный праздник. В канун этого дня наша съемочная группа побывала в гостях у часовых погоды и узнала, как метеорологи готовят новости природных явлений. Метеорологи всегда на вахте, которую нельзя оставить ни на минуту. Они следят за всеми изменениями погоды, фиксируют их, постоянно следят за небом, вносят данные наблюдений в специальные журналы, собирают и оценивают данные атмосферных явлений, которые поступают с гидрометеорологических станций, атмосферных зондов и космических спутников. Специалисты гидрометслужбы анализируют полученные данные, отражая их на географических картах, и в этот момент себя можно почувствовать школьником, закрашивая территории разноцветными карандашами. Но эти карты необычные. На графиках метеорологи выделяют области и зоны низкого высокого давления, движения циклонов, антициклонов. Рисуют такие карты метеорологи каждый день. Хотя в помощь есть современные технологии, профессионалы своего дела предпочитают это делать вручную. Здесь можно положить вот так вот три карты высотных и посмотреть, откуда идут процессы, как он пойдет. Вот в чем дело. Для меня, вот лично для меня, вот это вот нагляднее. Потому что мы же, когда делаем прогноз, мы смотрим не только что у Земли. Атмосфера, она ведь очень протяженностью, у нее до 10 километров. И для нас очень важно, что у нас происходит на высоте 3-5 километров. О сложностях в работе метеорологи отвечают с улыбкой. Безусловно, работа не из простых, и знания здесь нужны не только географические. У нас здесь очень важна физика. Вот на сегодняшний день вот этот циклон, он сейчас опять выходит на нас. Вчера он был над Киевом, а сегодня, пожалуйста, он уже практически центром над нами. Вот он сейчас уйдет на восток, так как у нас вся атмосфера движется с запада на восток. И у нас похолодает в связи вот с этим вот антициклоном. Он сюда опустится и захватит нас. Вот так начальник отдела гидромедцентра читает карты. И прогнозы составляет так же легко, прочитав телеграмму с набором кодов. Здесь зашифрованы все данные направления ветра, атмосферного давления, температуры воздуха. В телеграмме нет ни единой буквы. Марина Анатольевна поясняет, это для того, чтобы метеоролог любой страны мира смог прочитать сообщение. На вопрос, есть ли явление в природе, которое создателям прогнозов не под силу, отвечает честно, есть. Наиболее трудное для прогноза это смерчи. Смерчи? Шквалы, которые занимают очень маленькую территорию. И они буквально в течение двух, трех, четырех минут. И все, и пропали. Вот это, конечно, очень сложно. Не работают законы и формулы иногда даже при работе с определением циклонов. Вспомните 2004 год, когда было землетрясение в Юго-Восточной Азии. Цунами, вот это вот разрушительное большое. Ведь при таких катаклизмах высвобождается огромное количество энергии. А куда она пойдет, эта энергия? В атмосферу. Январь уже моментально теплым был 2005 года. Прогнозы почему и сложно делать, потому что на атмосферу влияет все. У метеорологов есть свой журнал рекордов. Можно узнать, в каком году была зафиксирована самая низкая и самая высокая температура в республике. К примеру, самый холодный день 22 марта был в 1927 году. Температура опустилась до минус 23, а самый теплый выдался в 2007. Помимо составления прогнозов температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, силы и направления ветра, на гидромедстанции сотрудники изучают процессы в воде и почве. Гидрометеорологи контролируют уровень притока воды. Все цифры заносятся в журнал и делают чертежи для особой наглядности. В лаборатории ежемесячно проводят исследования состояния загрязненности воды рек нашей республики. Данифа Тагирова, Леонид Клейман, Республика.